Мы разыграем три мощных, крутых игровых компьютера HyperPC Сотни призов Праздник! Ура! Погнали в Дзержинск! Собирай! Я не знаю, как будто дыхание сперло С наступающим вас, друзья! С вами команда HyperPC Новый год мчится к вам на всех парах А к нам мчится компьютер нового участника нашего апгрейда подписчиков И в этот раз мы приготовили для вас нечто особенное Сейчас пусть не юбилейный, зато новогодний выпуск И в этом выпуске мы разыграем для вас не один, не два, а три компьютера Да, вы не ослышались? Три мощных игровых компа, один из которых на кастомном водяном охлаждении Обалдеть! А помимо компов мы подарим вам больше сотни призов Там будут игры, аксессуары, периферии, мониторы, мебель и еще что-то Я даже там не помню уже что Так что обязательно смотри этот ролик до конца Чтобы увидеть крутой апгрейд, новогоднюю поездку к подписчику И самый масштабный конкурс в истории нашего ютуб-канала Ставь лайк, чтобы поддержать нас И подпишись на канал прямо сейчас Чтобы стать на шаг ближе к своему новогоднему подарку Ну и чтобы не пропускать новые крутые видео и розыгрыши А мы готовы начинать Да ладно, хорош вам, сейчас я уберусь, че вы? Праздник нам приходит, праздник нам приходит Праздник нам приходит Все, теперь это заезд надолго Ребят, в прошлом выпуске нашего шоу мы прокачали мистический компьютер-самобранку Без окон, без дверей Который еле-еле запускал игры в 30 кадров в секунду в разрешении Full HD И сделали для нашего подписчика компактный, стильный и мощный игровой компьютер Что же будет сегодня? Узнаем буквально через минуту Вот это я снимаю Если коробка реально от корпуса, который находится внутри То я могу сказать, что у одного из вас будет неплохой корпус Я очень надеюсь, что там ничего не оторвалось При доставке не пролилась огуша И очень надеюсь, что там есть мясо Давайте же посмотрим, что там в итоге внутри Ох, что-то давненько я здесь не распаковывал компы подписчиков Ну, потому что последний приходил без всего Чем открыть? В этот раз почему-то я взял сверло Так, с одной стороны я вижу пыльный компьютер А вот с другой стороны я смотрю И мне уже кажется, что там что-то необычное лежит Ну, по крайней мере, в компе такое вряд ли должно быть О, это, знаете, это должно быть вот так Я под конец года немножко оброс, ребят Я этот, не специально Оп Что-то тут какие-то Та-дам И что вы думаете? Опять огуша Блин, ну ты прикололся Огуша, груша и мясная огуша Чувак, зачет вообще, классно Это, кстати, вот это нужно на нашу доску с фотографиями По-любасу Он решил тряхнуть стариной То есть это обычно нам подписчики оставляли записку на рабочем столе А теперь бумажная записка Привет, это мясная огуша В2 Надеюсь, при доставке не оторвало кулер Ну, оторваться тут, в принципе, было особо нечему Давайте я открою Сразу будем оценивать ситуацию Кулер не оторвало Все нормально И он не снес мою игровую видеокарту Попутно пробив огушу Ну, огуша лежала сверху Поэтому пробить он ее точно никак не мог В любом случае Да, ребят, игровая видеокарта просто пипец Дело в том, что подписчик Пошел кризис майнинга Цены на видюхе начали взлетать Он почуял наживу И в самом начале этого взлета цен Продал свой 2060 Супер, по-моему Вот его объявление на Авито Он очень переживал, что я ему не поверю Но все даты и его компьютеры, фотографии Реально совпадают Он думал, что я сейчас продам А потом цены спадут И куплю себе такую же И еще денег останется А нихрена, цены до сих пор не спали Прошло уже больше полутора лет с того момента, мне кажется Так что чувак реально обломался Но, видите, ему улыбнулась удача Мясо внутри тоже лежит Но если вы его не обнаружите То, скорее всего, мясо кто-то съел Я-то уже понял, честно, где мясо Тут еще одна Агуша Лучшее питание для видеокарт Где мое мясо? Между прочим, ту пачку мяса, которую мне подарили Вместе с Агушей Я в итоге съел Подожди, я думал, что мясо здесь Короче, это была шутка Мяса здесь нет Его, видимо, кто-то съел Видеокарта у нас 7800JS И, скорее всего, у нас не пойдет даже Майнкрафт Давайте проверим, на что способен этот компьютер Что достанется одному из вас А потом пойдем в наше новогоднее логово Кантохе И узнаем, что мы будем делать в сегодняшнем апгрейде Так, ребят, я зарядил всю Агушу Для большей производительности И, несмотря на то, что видеокарта меня максимально смущает Потому что он ее поставил просто, чтобы условия были выполнены Мы запускаемся На самом деле, на самом деле Здесь очень хорошая база Здесь стоит Rezan 53600 Опа, он пикает! Вот это да! Здесь 16 гигов апиратуса Правда, одной планкой DDR4 Ну, можно докинуть либо еще 16 Либо вместо этой поставить 2 по 8 Производительность будет повыше Да, разрешение шикарное Единственное тут слабое место Это, конечно, видюха Ее здесь, по сути, нет Что-то 256 мегабайт Но разрешение что-то не включается Ага Я, короче, мы долго старались Мы все долго старались Это, оказывается, NVIDIA 7600 GS 7600 GS Experience ее не видит Драйверы на нее не ставятся Мы даже старых драйверов на нее не нашли Без драйверов, естественно, нет OpenGL Не запускается ни одна игра Разрешение не выставляется Максимально допустимое разрешение У этой видеокарты 700... Че там? 720p Единственное, что мы сейчас можем сделать Чтобы это выглядело более адекватно Вот оно! Смотрите, что мы в студии нашли Даже еще пыли весь Давно вы видели квадратное разрешение? Правда, даже выставив разрешение 1280 на 1024 Он все равно куда-то съезжает вправо Понятное дело, что даже если бы я нашел драйверы На видеокарте с 256 мегабайтами видеопамяти Мы бы с вами ничего не смогли сделать Кроме... Вы всегда под каждым видео спрашиваете Потянет ли сапера? Вот он все тянет Оп! Видали? Тут стоит... Так... Опачки! Вот это я... Нет, надо снять Вот так! Вот и просрал Вася Ладно, вы поняли Что он отлично запускает сапера И это все, что нужно знать А если без шуток, ребят Блин, меня уже замучила Замучила эта борода Если без шуток Вы поняли, что это шикарная база Тут не хватает только видеокарты Хоть какой-нибудь В принципе Кстати, вы посмотрите Здесь XPG SSD установлен На 256 гигабайт, M.2 SSD и 3600 процессор, причем 16 гигабайт оперативки в довесок. Правда, в одноканале, но это легко исправить. Так что база отличная. А с видеокарты, ребят, я думаю, что у нас с парой апгрейдов, где мы еще не дарили компы подписчиков, подписчикам, осталось пару видеокарт. И мы сюда установим, чтобы хотя бы 30-40-50 кадров, хотя бы на средних настройках, вы могли поиграть в Full HD сразу, как только вы получите. Спасибо тебе за Агушу, она теперь будет вечно со мной и всегда напоминать мне о том злосчастном случае, где бы я ни был. Чуть не забыл про записку, он же помимо рукописной оставил еще электронную. Привет всей команде HyperPC. Год подходит к концу, поэтому хочу пожелать вам успехов в новом году. Побольше клиентов и поменьше обращений в сервисный центр. Я очень рад, что мне выпала возможность получить апгрейд ПК. Огромное спасибо. С наступающим. И тебе спасибо за добрые слова. Мне тебе пожелать в новом году нечего, кроме как много-много часов отличной игры на твоем новом и мощном компьютере HyperPC. Ты уже свой самый большой подарок в этом году, я думаю, получил. Ну, не прямо уже получил, а получишь. Хотя, когда будет ролик на канале, ты его уже получишь, как несколько дней назад. И ты еще сейчас не знаешь, что мы поедем к тебе вручать его лично. А теперь точно все, ребят, гоним к Антохе на производство. Почему они все не вылетают? Добрался я из студии на производство, а по дороге прихватил с собой целый мешок подарков для Максима. Максим, если что, это наш победитель. О, да тут все хорошо. Сейчас мы распечатаем этот мешок, узнаем, из чего будет состоять компьютер Макса. И насколько хорошо он себя вел в этом году. Но я смотрю, по всей видимости, очень неплохо. Итак, основа нашего игрового компьютера, это, конечно же, игровая видеокарта. И сегодня мы пошли еще дальше. Это MSI Gaming X3o RTX 2080. В прошлый раз была 2070, теперь еще выше. То же самое, отличное охлаждение. Толстый массивный радиатор, 4 тепловые трубки и 3 вентилятора TorxFan 4.0. С видеокартой все, как всегда, в порядке. MSI, как всегда, нас радует. Что же у нас дальше? Так, о! Отлично! Материнская плата MSI MAC B560 Tomahawk Wi-Fi. У нас уже была такая в одном апгрейде. Отличная материнская плата. Все нужные степени защиты. Wi-Fi 6i. Максимально можно установить вообще 3M2 SSD материнскую плату. Отличная цепь питания. Увеличенные радиаторы охлаждения. Порт USB Type-C на задней панели. Все, что нужно на сегодняшний день. Как всегда, используем самые лучшие компоненты MSI. Что у нас дальше? Процессор Intel Core i5-11600. Отлично дополнит наш сегодняшний конфиг. 6 ядер, 12 потоков, 4,8 ГГц в Turbo Boost. И при этом расчетная мощность потребления всего лишь 65 Вт. Но мы-то с вами знаем, что в Turbo Boost он будет потреблять чуточку больше. Но, даже если он будет потреблять в 2 раза больше, для охлаждения его мы сегодня будем использовать MSI MPG Core Liquid K240. Шикарное водяное охлаждение. Две секции. Нам их хватит с лихвой. А самое главное, что у нас есть помпа с цветным дисплеем. И на помпе установлен дополнительный вентилятор, чтобы охлаждать цепи питания нашей материнской платы. Такая отличная у нас база получается. Мне кажется, Макс себя не то, что хорошо вел, а просто замечательно. Что у нас дальше? Оперативная память. Kingston Fury Beast RGB, причем в нашем коллаборационном дизайне. По сути, Kingston Fury Beast Hyper PC. Две планки по 8 ГБ, двухканальный режим 16 ГБ. То, что нужно игровому компьютеру. Частота 3200. Что у нас теперь по системе хранения? О, M.2 SSD накопитель Hyper PC на 512 ГБ. Скорость чтения записи 3400-2300. Отличный вариант. Причем, что у него был на 250 ГБ всего. Теперь в два раза больше. Помимо системы и приложений, сможет еще одну или две угры установить. Ну, а для всего, что не хватит, у нас будет, ну, конечно, жесткий диск Seagate Barracuda аж на 2 ТБ. Обычно одного хватает, но, видите, у него будет целых два. А раз Razer для видеокарты у нас Cooler Master, то отгадайте, какой же у нас будет корпус. Правильно! Cooler Master. И сегодня это SL600 версия M. Вы все знаете, как я люблю корпуса Cooler Master за их 20-сантиметровые вентиляторы, которые нагнетают отличный поток холодного воздуха внутри корпуса. При этом все корпуса очень качественные и выглядят очень стильно. Этот выглядит круче всех. Почти что цельно-алюминиевый корпус, но не цельно-алюминиевый. Из алюминиевых панелей. Имеет очень многофункциональную переднюю панель, причем с датчиком движения. Как только подносишь флешечку, все USB порты загораются. 230, 220 и USB Type-C 3.1. Но вы скажете, Тём, ты же ведь любишь 20-сантиметровые кулеры. Где они здесь? Они здесь, внизу. На дне расположены два огромных вентилятора, потому что, как вы видите, зад у компьютера полностью запаян, и весь воздух идет снизу вверх. При этом он выглядит просто шикарно. Ну, опять же, на вкус и цвет, но мне очень нравится. Ну, а чем же мы запитаем всю нашу систему? Понятно, что все железо мы поместим сюда, а питать нашу систему будет... Конечно же, это Cooler Master. О, голдовый блок питания V850 V2. На 850 Ватт. Блок питания с отличным запасом, гибридным охлаждением. То есть, под нагрузкой вентилятор работает, без нагрузки нет. Поэтому у нас сегодня, ну, просто супер тихий компьютер. Сами понимаете, 20-сантиметровый вентилятор крутится настолько медленно, что вообще не издают никакого шума. Блок питания без нагрузки не работает. Видеокарта тоже. Да, да, я говорю, давай там. Не, 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 вот там вообще будет нормально. Вот такой вот у нас новогодний компьютер получается. Моё любимое Трио. MSI, HyperX и Cooler Master. Ну и, конечно, всё это вместе Hyper PC. Компьютер получится вообще практически бесшумный, очень стильный и при этом очень мощный. Собственно, как и все наши компьютеры. Ну что, я считаю, пришло время звать Антона и всё это дело начинать превращать в компьютер, который мы с вами отвезём Максу домой. Антоша! 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 Антоха! Антоша! Антоша! Господи! Ты чё? 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 Ну как чё? О, другое дело. Ну, я думаю, два Деда Мороза в кадре это слишком. Дед Мастер на месте и сейчас он такую пулю вам замутит. Закачайтесь! Итак, т、ё да мance назад. Как каждого горячого жаба можно делать ведь знал неё, Жмasi там толчка для этим паяцей «Петербургамети» и воздействует интересное. в рин das ноги «Нудийно!» umer. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И да, бороду я тоже решил снять От нее уже мало чего осталось Вы сами видели Компьютер закончен Как видите, получился он шикарный Мне один нравится больше другого А самое главное, что мои любимые 20-сантиметровые вентиляторы И как вы видите, под полной... Ну, как вы увидите? Вы даже и услышать не можете Но я вас уверяю, под полной нагрузкой Сейчас он стоит и по процессору, и по видеокарте И его вообще не слышно И температуры очень-очень приемлемые 70 на процессоры и 65 на видеокарте Как я вам говорил, охлаждение Gaming X3 Это вот прям то, что надо А кулер-мастер реально знает, как делать кулер и мастер Как правило, в этом блоке у нас идут тесты производительности компьютера Чтобы мы с вами понимали, какая же теперь будет производительность у нашего подписчика Но мы придумали кое-что получше Как вы знаете, если у нас есть физическая возможность добраться до подписчика То мы всегда ею воспользуемся Сейчас самый-самый конец декабря Уже практически Новый год И мы решили порадовать Максима И не просто отправить ему компьютер А привезти его сами И протестировать компьютер уже там вместе с ним И там показать, на что способен комп в играх Но, естественно, мы поедем не просто с компом Потому что MSI не перестает радовать наших подписчиков Своими правильными игровыми девайсами И у нас, собственно, классика нашего шоу Механическая игровая клавиатура MSI GK50 Low Profile Вы все помните Низкопрофильная игровая клавиатура со свечами Kail Очень приятный тайпинг Много режимов подсветки, которыми можно управлять прямо с клавиатуры Ну и, естественно, очень легкий и приятный корпус С использованием алюминиевых панелей Клавиатуре, естественно, полагается игровая мышка И в этот раз у нас опять GM41 от MSI Это беспроводная, очень-очень легкая мышка Я не помню, есть в ней грузы или нет Нет, грузов нет, но зато есть беспроводная док-станция После игры можно красиво поставить мышку на подставку Она зарядится и в следующий раз будет полностью заряжена Но если вдруг она села во время катки То, как вы помните, к ней всегда можно подключить провод А чтобы хорошо слышать своих врагов в игре Или смотреть кино с объемным звуком У Максима теперь будет игровая гарнитура И Мерс GH61 от MSI, ну, естественно Два больших динамика Onkyo Удобный пульт управления Виртуальный звук 7.1 Два набора амбушюр в комплекте И удобный, красивый, качественный кейс для переноски Если это вдруг потребуется Я считаю, что мы упакованы по полной У нас у всех, как и у вас, надеюсь Прямо такое праздничное предновогоднее настроение И прямо сейчас мы отправляемся в Дзержинск К Максиму, чтобы порадовать его Он не знает, что мы приедем Он обалдел даже, в принципе, от того, что компьютер ему достанется до Нового года Ожидал он его во второй половине января А мы приедем уже 24 декабря Ну что, ребят, поехали? Праздник! Ура! Новый год! Вы что, охренели, что ли? А если я? А если я? Погнали в Дзержинск Слушай, а зачем нам электричка? Погнали на оленях сразу По-любому будет лучше Кстати, смотри, ты перчатки искал Все курьеры вообще все на заказах Машину выцепить на целый день очень сложно Поэтому поехали на электричке Поспали часа три Настроение, о! Главное, чтобы ничего не уперли Наша служба и опасны, трудна Вообще у нас новогодний выпуск, конечно На твой день рождения нам выйдет Те планы, которые умерли Так Ну вот, в общем, у меня здесь игровое место Здесь у меня компьютер стоял Слушай, нормальный стол такой Неба, неплохой Пока на телеке, да? Сидишь Время надо использовать телевизор Ребят, знакомьтесь, это Макс Второй победитель нашего розыгрыша Это тот случай, когда вот первый победитель По какой-то причине не смог И работает резерв Чтобы сделать максимальный такой эффект вау Потому что ты один из немногих победителей Кто получает компьютер раньше, чем он видит ролик Я сейчас тебя попрошу там выйти на 5-7 минут Я все засетаплю, поставлю И потом темы покажем И все расскажем У Макса не то, что типа это ему подарок на Новый год Такой выпал А у него был вчера день рождения Я обалдел Мне ВКонтакте вчера говорит Вот у Максима день рождения Да блин, да как Столько подарков 24 декабря Уже скоро Новый год И мы приехали с кучей подарков Как тебе прожилось без компа? Сколько получается? Недели три ты без него жил? Ну я вот с 6-го числа Очень тяжко Скучно Грустно Делать нечего Телевизор Ничего интересного не показывает Макс мне пишет Говорит Блин, как же вообще жить без компьютера? Говорит Я даже начал вспоминать Как пользоваться телевизором Смотри, у тебя была 2060 или 2060 Super? 2060 обычная была Вот Я очень хотел, чтобы мы смогли тебе предоставить Хотя бы 2060 Super Потому что, ну чтобы ты не то что вернул То что утратил А еще и прирост небольшой получил Мы очень все старались Мы, HyperPC, MSI Несмотря на то, что к Кулермастеру и Кингстону не относятся видеокарта Тоже очень старались Но, к сожалению, 2060 Super Компьютер достать не удалось И поэтому мы достали 2080 Ё-моё, я чуть не ударил тут все В общем, вот твой новый компьютер Если кто пишет Блин, там ничего, типа Никто ничего не говорит А вот вы сами Представляете, вы выигрываете компьютер За вот 1200 И вот что вы скажете Это очень сложно Это очень сложно Описать свои эмоции в такой момент Я в шоке У меня сердце, честно сказать, сейчас выпрыгнет У него руки начали трястись, когда он узнал, что компьютер приедет через 4 дня Это факт Я не знаю, дыхание что ли сперло А он падает Я просто в шоке, да Укомплектовали полностью все новыми девайсами Беспроводная мышка MSI Потрога какая легкая Супер, супер лайтвейт вообще Наушники, очень хорошие наушники С виртуальным 7.1 звуком И удобным кейсом Правда, не знаю, зачем кейс проводным наушником Но он есть И механическая низкопрофильная клавиатура Сидят отличные наушники И девайсы супер Максу осталось последнее Достать монитор Он себе купит 2К 144, да? Мне такое пишут, что вот Ну сейчас буквально через 20-30 минут будем И я вот, ну, просто повторил Все то же самое, что вчера делал Я вот от окна к телефону на зарядке Который потом обратно к окну Я вот играю, допустим, в протяжении месяца Через этот ShadowPlay Откатики делаю Ну, откатики это имеется в виду то, что вот последние 5 минут Да, да, я знаю, я тоже так юзаю Вот И то есть там всякие прикольчики, когда происходит какие-то Я так сохраняю, накапливаются моменты Я там ролик от 5 до 10 минут делаю А что это за канал? Бесс максимум называется Монитный Тебе можешь гораздо больше позвонить и в плане съемки контента, и в плане монтажа контента Видос получается у меня раз в полгода по 4 видос выкладываем Я тебе советую, поскольку у тебя есть новый комп Именно регулярно уделить внимание вот этому и не раз в полгода там типа по 4 видосика выкладывать Попробуй монтировать либо свой летсплей, либо вот так же funny moments, но выкладывать еженедельно Выбери день, который тебе удобнее всего и выкладывай ролики раз в неделю И вот посмотришь на результат И мне будет очень интересно посмотреть, я реально буду следить за тобой Посмотрю твои старые видосы И вы, ребят, посмотрите и подпишитесь Ссылка будет в описании Давайте все вместе посмотрим, как изменится его творчество до HyperPC Что было и что будет после Вот посмотрим Потому что все, когда получают компы в HyperPC, они типа только начинают Ну типа задумываются о том, что вот теперь у меня есть крутой комп Я, наверное, начну снимать ролики на YouTube А ты уже снимал? Вот и будет классно посмотреть на разницу Что, ребят, мы свою миссию выполнили Приехали к еще одному подписчику Я был очень рад сделать этот трип Сегодня, несмотря на то, что, как я и говорил, мы вчера не спали Делали ролик по концепту до утра Поспали три часа, приехали Рад был познакомиться, Макс Поздравляю тебя еще раз С днем рождения, с наступающим Новым годом Пользуйся с удовольствием, я надеюсь, ты реально прокачаешься А мы с вами как раз обсудим предстоящий в январе розыгрыш Еще раз принимаю поздравления Все, Макс, на связи Тут такой ценник на такси 100 рублей, повышенный спрос Через весь город Блин, как же чувак рад, вообще пипец Димас, смотри, Антоха Ну, по крайней мере, очень похож Ребят, а теперь то, чего вы ждете весь этот ролик Новогодний мега розыгрыш от HyperPC Это самый масштабный розыгрыш за всю нашу историю Мне даже реально не верится, что мы это сделали В самом начале 2022 года мы разыграем для вас более сотни призов На сумму больше, чем 500 тысяч рублей Причем гораздо больше Мне просто сейчас сложно сосчитать Количество призов постоянно растет Но точно мы разыграем три мощных, крутых игровых компьютера HyperPC Причем один из них будет на кастомном водяном охлаждении Ребят, мы разыграем концепт Будет еще игровой монитор Куча игровых аксессуаров от наших друзей MSI, Cooler Master и HyperX Будут геймерские кресла Тонна мерча от HyperPC И опять же, наших друзей Больше ста крутых игр в Steam И, ребят, это не предел, я вас уверяю Как же получить все эти призы? На самом деле, все очень просто Чтобы получить шанс выиграть один из двух игровых компьютеров И один из сотни призов Нужно сделать три простейших условия Самое главное, это подписаться на наш YouTube канал Открыть свой список подписок на YouTube Это обязательное условие Ну и, конечно же, оставить комментарий под этим роликом Чтобы ваш комментарий не удалился Не пишите капсом все сообщения Не оставляйте ссылок И самое главное, не оставляйте решетку от хэштега Почему-то YouTube, видимо, борется с хэштегами И удаляет все эти сообщения А способ связи оставьте просто в описании вашего YouTube канала И, ребят, вы уж простите Но если способа связи не будет Мы не сможем за вами бегать неделями Очень много призов и очень много победителей Ну а для тех, кто хочет получить шансы гораздо выше обычного По ссылке в описании вас будет ждать Довольно простой квест Который для вас придумал наш Даня Пройдя его, вы становитесь участником розыгрыша Мощного игрового компьютера Hyper PC С кастомным водяным охлаждением И, ребят, я вас уверяю Тех, кто пройдет квест, будут сотни А тех, кто оставит комментарии, будут тысячи Если не десятки тысяч Поэтому выиграть компьютер с кастомным водяным охлаждением Невероятно велик Наверное, так же велик, как шансы Выиграть компьютер до выдачи Ребят, полный список призов и подробные описания участия Будут по ссылке в описании Переходите, смотрите и участвуйте И от всей команды Hyper PC Я желаю всем вам самой большой удачи в новом году И причем не только в розыгрыше А, в принципе, по жизни Ну а нам, в принципе, уже пора сваливать У нас поезд через полчаса Все замерзли и устали Поэтому погнали С наступающим восстановым годом, друзья! И все конфетти полетели не туда Ну да ладно, погнали! Ну вот мы и дома, друзья Ну, почти Вернулись на восточный вокзал Садимся в наши новогодние сани И готовы финально отправляться домой Этот апгрейд, наверное, был самый сложный Да, мясная гуша, конечно, тоже была сложная Но здесь немножко другое И вся эта новогодняя суматоха И эти ватные бороды И компьютер тоже был непростой За счет того, что я выбрал не самый простой корпус И упоролся в эту вертикальную видеокарту Антоха вообще все это еле собрал И решили поехать к подписчику в этот мороз Но, как всегда, мы рады, что все сделали так, как сделали Как и после питерского апгрейда и Рязани Ты возвращаешься ночью домой Ты убит, ты устал, но невероятно доволен А вообще, ребят, самое главное, что сегодня уже почти Новый год И он был очень богат на события Мы сделали два компьютера в одном корпусе для купленого Мы запустили эту чудесную рубрику с прокачкой подписчиков И благодаря ей мы подарили вам 10 новых крутых компов И 10 старых от участников этого шоу Мы запустили продажи своих ноутбуков HyperPC Play Выпустили несколько новых компьютеров И даже поиграли в мамкиных киноделов с одним из них Боже мой, мы собрали очень сложный компьютер до выдачи у него дома Что было сложнее самого производства Мы сделали самый яркий компьютер и отвезли его нашему подписчику в Рязань И как же это было круто! Мы играли вместе с вами в огромном кинотеатре в любимые игры Мы заставили моделей собирать наш Dynamic в 30-ти градусную жару Мы там чуть все не погибли Мы собирали компьютер вместе с детьми нашего клиента И подарили им знания о компьютерах Мы залезли на крышу и собрали там компьютер Из-за чего чуть не попали в полицию Подарили вам кучу компьютеров-блогеров с прошлого года Мы стримили с Антоном два дня подряд на StreamFest И сделали мощный концепт второй ступени в прямом эфире Блин, да у меня даже машину ограбили на съемках ролика в лесу с Юджиным Мы ездили в Питер к Академику и собирали комп у него в гараже Мы опять сделали самый мощный компьютер в России Было столько событий и различных сложностей И все это мы прошли вместе с вами Блин, да я бы с удовольствием пережил это все еще раз, если бы пришлось Именно преодоление преград и делает нас живыми Ребят, большое вам искреннее спасибо за всю поддержку и критику За все добрые и теплые слова и за все идеи, которые вы нам предлагали Впереди у нас не менее насыщенный и огненный год И давайте его пройдем так же вместе, как и этот С наступающим вас 2022 годом, друзья! Цените близких, берегите родных, любите своих женщин Кастрируйте своих животных Всегда идите к своей цели, ребят, и никогда, ни при каких обстоятельствах не останавливайтесь И самое главное, не переставайте верить в чудеса Они реально существуют Верьте в свою удачу Мы очень любим и ценим вас, друзья Искренне большое спасибо вам от всей команды HyperPC В закрепленном комментарии под видео будет еще один розыгрыш на видеокарту 3070 Ti Ладно, домой пора Возвращаем перчатки туда, откуда взяли Для вас трудилась в этом году большая и дружная команда HyperPC Вот такая вот большая и дружная Ваш ведущий Артем Наконец-то можно снять все эти атрибуты Одеть свою нормальную шапку Господи, сколько всего! Ребят, до встречи через неделю! Сайонара! Только вперед! Только к звездам! Всем RTX в следующем году, пацаны! Тхум! Мы с тобой успеваем на метро Здесь, при учете даже, что нет стола Как-то чуть даже комфортнее, чем в Рязань мы ехали Зато у каждого свой стол Мы вообще, по сути, в самолете летим, только задом наперед Так безопасно Ты в курсе, кстати, что самолет не сам летит? Да, да, но он не самолет Пилотолет Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Восьмифазное цепь питания Гибридным охлаждением То есть под нагрузкой не работает Под нагрузкой не работает Пишем? Нет, не пишем Она прошла у меня за спиной Новый год, Антоха, ты че? Ееееее Давай через стоп, Диман Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!